Вот это вот я был на гастролях в Екатеринбурге, вот это вот, смотри, в Самаре, это в Сыктывкаре, а это в Туве. Да, дядя Коль, где вы только не были, в каких гостиницах не жили? Да, бывал в разных, но только с возрастом начинаешь ценить комфорт. О, да, Харен? Эй, Коля, не в нашем возрасте говорить о возрасте, мы молодые, мне до сих пор в гостиницах по ночам соседи в ссылку стучат, представляешь, по ночам. Спать не дают? Эй, я по ночам репетирую с песнями, с танцами, с музыкантами, тостами. Ескер-ча-ча-ча-чирюме, донича-ча-чата-дюме. Но ведь красиво, красиво. А они стучат в стенку Прекратите безобразие Три часа ночи и вы с ума сошли Дикость какая-то Вот точно Варвары Сейчас в гостиницах просто никакой культуры Вот недавно заселился в президентский люкс Шикарный номер Три комнаты Кухня, ну блеск Казалось бы и обслуживание должно быть на уровне На высшем уровне Ага, сейчас Обслуживание просто хамское Врывается персонал в номер Крики, мат Как вы здесь оказались На каком основании Немедленно покиньте люкс У вас эконом в конце коридора Никакой культуры Ой, а нам в институте мастер говорил так Если у тебя будут хорошие эстрадные номера То и гостиничные номера у тебя тоже будут хорошие Ну, тоже верно Мастер прав Клянусь честное слово Ребятки, я вам так скажу Не бывает правил без исключения Вот давайте посмотрим Святослава Ещенко АПЛОДИСМЕНТЫ Многие спрашивают Ну, вы артисты на сцене, да, вы всегда такие В костюме загримированные, да А в жизни что вы делаете? Две вещи делаем Переезжаем и селимся в гостиницу Да, это основное наше занятие Ну, гостиницы разные бывают Бывает прям все такое, знаете, фешенебельное С новыми какими-то наворотами Даже боишься нажимать, вдруг кого-то вызовешь Я один раз зашел, кран в виде цветка Думаю, лучше не мыться, чтобы не сломать только, знаете А бывает Заходишь, сразу весело Кран прокручивается, хлещет вода Выключатель западает, невозможно Свет включить Холодильник так гудит Спать невозможно, если только внутри Этого холодильника Я на ресепшн говорю, хоть кран починить Но вода хлещет Они говорят, а, ничего У нас на счетчике магнит висит Я говорю, а свет как в ванной включить? Мы вам сейчас горничную направим Да, вот ребенок, понимаешь Приходит девушка Выключатель такой широкий, клавишный Говорит, вы не стесняйтесь так Кулачком по нему На! Свет включился Я говорю, спасибо, девушка Я помоюсь вас, вызову Для чего? Я говорю, ну, чтобы обратно выключить Шутничок нашелся Только намылился, свет погас Видать, не добила она А я, понимаете Набоюсь ему устроить Потому что я же мокрый Вдруг в ответ получил Так и мылся в темноте Зато видеть стал, как кот А вот эти еще меня умиляют Риски на кранах Риски Синяя и красная Как правило С холодной горячей водой Никогда не совпадают У меня такое впечатление Что есть какое-то тайное Общество сантехников Где, когда молодого Посвящают в мастера Он дает клятву Клянусь, никогда не подсоединять Правильно, ибо это западло Ну, а как еще это объяснить? В общем, я этими мыслями С той горничной поделился Знаете, она подошла так Молча Ноготком эти риски от крана Отколупнула И говорит Так вам будет спокойнее Я говорю Девушка, только биде не трогайте Вас умоляю Я уже знаю, что Синюю на все опасно открываю А бывает вообще Черным по хрому Два английских слова Hot и cold То есть горячее и холодное Извините, тут сантехников Уже спрашивают знания английского Если перепутано Я, знаете, как для себя запоминаю Hot холодное Cold калячее Да, и тогда все удобно Да много веселого в гостиницах Знаете, вот приезжаю как-то В свой любимый Краснодар Вроде солидной гостиницы Удивился сразу с порога Значит, одноразовые тапочки Они должны быть в заводской упаковке А они в кулечке Узелком завязаны Я развязываю Они желтого цвета Подошвы серые Правда, надо отдать Должны пахнуть стиральным порошком Но я горничный Та, наоборот, такая уже женщина На возрасте Бывалая Дородная Я говорю, что после каждого В постояльце тапочки Одноразовые стираете Новым клиентом подсовываете Достойнейший был ответ И я даже спорить не стал Да не дурите мне голову У меня без вас делов полно И повернулась к лифту передом А ко мне Мысль пришла Думаю, ну да, действительно Она ответственный работник А я с ерундой к ней лезу Но постирали на си-га Все свои россияне А ничего, что я после нее Все постельное белье перенюхал В надежде, что оно тоже Стиральным порошком пахнет Вы знаете, пахло Так меня вообще ужас Обуял я, как представил Что это белье Вместе с тапочками стирал Ну еще какая тема есть интересная Таблички Таблички Обычно красная Не беспокоить А с обратной стороны Просьба убрать в номере Я всегда вешаю красную Чтобы не беспокоили Потому что поздно Возвращаясь с концерта Сплю до обеда Чтобы быть в форме Повесил Не беспокоить В 9 утра Ту-ту-ту Кто там? Голос Вам точно уборка не нужна? Я говорю, девушка Я же табличку повесил Просто я через полтора часа Уйду, подумайте Я говорю, не о чем мне думать Я еще не успел нагадить Дайте мне отдохнуть Ну, я когда проснулся Подошел на ресепшн Говорю, пожалуйста Предупредите горничную Чтобы завтра утром Она меня не будила Я табличку вешаю Все Значит, меня не... Все, хорошо, конечно Предупрежу Пол девятого Ту-ту-ту Я говорю, я табличку повесил А там написано Просьба убрать в комнате Я говорю, да что я С ума сошел Открываю дверь Действительно Просьбу убрать Этой стороной Она уже отошла Говорит, что И мужик стоит зевакой Я видел, как она Сама перевернулась Я говорю, а зачем Ей это надо? Говорит, так ей Быстрее помыть у вас И смыться домой Я говорю, ну я ее, конечно, понимаю Но не за счет же моего отдыха А на следующий день Уже у меня самолет Тоже дневной Тоже думаю, высплюсь Потому что в самолете Нормально не поспишь Говорю, пожалуйста Я вас еще раз прошу Пусть она мне не стучит Вешаю табличку 9.30 Кто там? Ой, а я думала, вы уехали Я говорю, а табличка А может забыли снять? Но самое веселое у меня было Знаете, когда Я люблю, когда вот по старинке Вот так вот дверь открывается В гостинице Закрывается Ну, в номер в смысле Потому что сейчас В основном Пластиковые карточки И горничный Может зайти бесшумно Вот я в такой номер попал В кое веки Включил телевизор Там какой-то фильм ужасов идет И я, главное Засмотрелся Там такие монстры С-под земли лезут И вдруг у меня на духом А я еще громко Примерно такой же крик Только не Опа Представляете, что у меня было У меня все оборвалось Не знамо куда Сыпалось А она не испугалась Нисколько Она даже монстров Не заметила Представляете Я внимание на себя Отвлек от телевизора Артисты у нас тут В другую гостиницу приезжаю Тоже думаю Буду спать до обеда Чтобы быть в форме Просыпаюсь Душ принять иду Из горячего крана Еле теплая вода идет Звоню на ресепшн Мне говорят Вы не поленитесь ее Слейте Ну я сливаю 5 минут Холодные 10 минут Ледяная звоню Говорю Слушайте Ледяная пошла Значит кто-то до вас слил Кто рано встает Тому Бог дает И не беда Что в этот день Мне не досталось Горячей воды Зато мне достались Такие горячие зрители АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, Альберт Как хорошо, что мы с тобой Опять вместе выступаем Я думаю, у нас получится Классный номер Да А главное Мы ведь друг к другу подходим Вот ты кто по гороскопу? Я Рак Тогда я пиво И по гороскопу подходим Только это Давай микрофонами поменяемся А то что-то не то, да? Да, чуть неудобно Давай обратно поменяемся А то что-то мне Высоких маловато А мне низких не хватает Ага Круто Будем с тобой вместе Работать, вместе отдыхать Вот ты во что больше любишь играть? В волейбол или в баскетбол? Да мне все равно Хоть в волейбол, хоть в баскетбол Потому что Я могу быть только мячом Посмотри, какой он прыгучий Да Мяч суперский Слушай, мяч А ты до корзин-то допрыгнешь? Не уверен Накрылся наш баскетбол Ну ничего Будем ходить купаться О, давай Только я это Не умею Не боись Я знаю место Там мелко Мне по шею А, забыла Ты ж маленький Что ты хочешь сказать маленький? Между прочим, маленьким быть лучше, чем большим Вот я, например, могу ездить в маршрутке стоя А ты только лежа На крыше Зато я, если мне к колбу прицепить антенну Смогу работать телевышкой А если наголовно хлопучить торшер То ты будешь работать маяком Да хоть бы и так Мы высокие везде на расхват Ай Люди ценят чувство юмора А до тебя, наверное, шутки доходят Как до жирафа Нормально доходит А мы сейчас проверим Заходит как-то длинный в ателье Высокий Длинный Высокий Длинный Ладно, длинный Ладно, высокий И ему говорят Мы сейчас вас будем мерить сантиметром Он говорит Меня мерить сантиметром Это неделя на две работы Я же говорю Как до жирафа доходит Да у тебя просто шутки Мелкие Короткие Прям как ты сам Да про нас, про маленьких Сказка есть Дюймовочка Ты Двухметровочка Про нас Сказка есть Мальчик с пальчик Да про нас, про маленьких Народ Пословицы слагает Маленький да удаленький Лучше меньше да лучше Мал золотник да дорог Мал клоп, да Да нет Это не про меня Да про нас, про маленьких Все лучшие песни Мало, 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 мало Меня Я хочу побыть немного больше Или Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Или Маленькая жена Пум-пум-пум Маленькая жена Кто мне расскажет Кто покажет Где она, где она Пум-пум Альберт А я про тебя еще одну песню знаю Давай Маленькой, аленьки Холодно зимой Пам-пам Из лесу, аленьку Взяли мы домой Ну, и все Да ты, шпала говорящая Да про тебя вообще Ни одной песни нет Как-то нет, вот А я по шпалам Опять по шпалам Иду домой по привычке Не все Нет, не все Вот еще Я тучи разведу руками А я лужи разгоню ногами Альберт, лужи Это, конечно, прекрасно Но Для артиста важен Профессиональный рост Вот у меня рост Профессиональный Все, что я делаю Это высоко А у тебя что? Так Низкий жанр Зато широкие возможности Я артист выдающийся Посмотри, как я выдаюсь Я во всем выдаюсь Ну, а ты что? Скелет в ботинках Да ты вообще на пляже Даже тень не отбрасываешь Мало еще судить О высоком искусстве Тебе нужно есть Какую-нибудь растишку Так я ел И чё ж не вырос Это я вырос? Ты еще меня до не видела А тебе надо есть Низишку, понятно? И все-таки Я считаю, что Высокой быть лучше Вот представь, что я яблоня Да легко Ха Ну, смотри И как же ты достанешь Яблоко? А я А я эту яблоню потрясу Ствол погну Ветки поломаю С корнями вырву Понятно? Ну, понятно Что? Получается? Не получается Ну, на А я, если честно Всю жизнь мечтал быть высоким А я всю жизнь мечтала быть маленькой Знаешь, как нам длинным тяжело? Да ладно, высоким Да ладно, длинным Всю жизнь головой люстры сбиваю Потолки царапаю А в хрущевке вообще хожу только в каске Чтобы головой потолок не пробить А вам маленьким можно и без каски Это потому, что нас не жалко? О! Правильно! Нужно есть яблоки В них витамины И ты обязательно вырастешь Да, ты тоже ешь Тебе тоже не помешает Рост уменьшится Не-не Кости укрепятся Не так будет больно головой стукаться Знаешь, Аня А ведь на самом деле Нет ничего невозможного А давай как-нибудь попробуем Воплотить наши мечты в жизнь Я стану высоким Ты маленькой Давай? Давай Надевай! Знаешь, Аня Я, если честно Передумал Я принимаю себя таким Какой я есть Ты уверен? Да На все сто Альберт А номер-то мы уже показали Ого А выходит, что так Простите Вот теперь, Анна Я понимаю Почему всем ураганам Дают исключительно Женские имена Я сейчас все исправлю Если уронить сценарий То это плохая примета Но Если тут же на него сесть То будет все хорошо Карен, ты принес документы на гастроли? Где они? У Анны В смысле Она на них сидит Примета такая Это что же за примета такая? Если Аня сидит на полу На документах Карену нужно идти на сцену Верная примета Я побежал Я за кулисами сегодня стоял И ребята подходят ко мне Привет, Карен Джан Карен Джан И один спрашивает Говорит, Карен А что означает Карен Джан? Вот Джан Что такое? Я говорю, знаете Это у нас Такое, знаете Нежное, доброе слово Которое говорят только Родным и близким людям Ну, например Мама Джан Папа Джан Сынок Джан Вот жену, например Я называю Джаник Недавно прихожу домой Жена меня встречает Говорит, что ты так поздно? Где был? Я говорю, у Сережи В нарды играли Она говорит А что от тебя вином пахнет? Я говорю, а что ты хотел Чтобы от меня нардами пахло, что ли? Ну, ради жена понимает Что такое мужская дружба Есть анекдот на эту тему Может быть, знает кто? Мужчина один приходит в бар Говорит, налейте мне Две рюмочки по сто грамм Бармен говорит Я могу сразу В один стакан налить Эти двести грамм Он говорит Нет, нет, нет Две рюмочки по сто Одну я выпью за себя А другую за друга Ну, и так продолжалось Несколько раз И вот в очередной раз Он приходит Опять, говорит Налейте мне, пожалуйста Сто грамм В одну рюмочку Бармен участливо Что случилось с вашим другом? Нет, нет Ничего не случилось Просто сегодня я бросил пить Ну вот захожу домой Смотрю, коробки какие-то лежат Я говорю Дорогая, что за коробки? Это, говорит, подарки Подарки нашей поварихи Нашей няньки И нашей уборщицы Я говорю Подожди, у нас нет ни поварихи Ни няньки, ни уборщицы Он говорит Как нет? А я? Ведь сын у нас такой же юморист Недавно в школу меня вызывают Говорит, родительское собрание Учитель говорит Вы представляете, ваш сын Я в классе спрашиваю Кто взял бастилию? Все молчат, а ваш сын говорит Учитель Джан, я не знаю Мамой, клянусь, я не брал Я говорю Ну зачем из-за этого на ребенка кричать? Ну мы же взрослые люди Ну, ребенок взял бастилию Ничего страшного Поиграет, положит на место, да? Ну он вообще у меня такой Лебознательный, этот сынок Он недавно, знаете, говорит Папа, скажи, а змеи разговаривают? В это время теща рядом стояла Я говорю Мама, что молчите? Скажите, видите, ребенок интересуется Жена на меня опять набросилась Ну хватит, ну что ж ты, ей богу Все время там Я говорю, все, все, больше не буду Но сорвался Она недавно в гости приехала Я говорю, опять твоя мама приползла Приехала к нам Ну а так вообще-то мы очень дружно живем Потому что самые главные слова Друг друга говорим Сынок Джан Жена Джан Теща Джан И зритель Джан На земле моей гористой Так сложилось у армян Мы обычно самых близких называем нежно Джан Мама Джан и папа Джан Джан, жена моя Шушан Джан и дочка моя Зара Ну а внучка Джан Слово обидных мы не знаем Не понять их нам никак Не понять их нам никак Старших очень уважали На работе тоже так И хозяин фирмы Джан И его водитель Джан Джан Бухгалтер дядя Хачев Секретарша Джан Джан и джан Все свои дела Чна Джан и джан Чна Что сам Солнце по привычке старой Отошло в Саарарат И мужчины подчиновой Со столом уже сидят И сосед-картуша Джан, и сосед-соседа Джан После пятого стакана уже каждый Джан Джаник-Джан, Джаник-Джан, из каких-то неважно стран Если человек хороший, значит тоже Джан Джаник-Джан, Джаник-Джан, из каких-то неважно стран Если человек хороший, значит тоже Джан Чан Чан А вот послушайте, ребятушки, такую историю. Как-то раз три студента театрального института пошли на рыбалку и поймали золотую рыбку. Сказка, что ли? Нет, Рома, быль. А рыбка, она и говорит им человеческим голосом, исполни, говорит, три желания. Но это же как в сказке. Не спеши. Или три общих желания, или каждому своё. Ну и что они выбрали? Ну каждому своё. Ну разумно, да. Разумно. Первый говорит, хочу дарить людям улыбки. Исполнилось? Исполнилось. Он стал зубным техником и делает великолепные протезы. Ну тут крыбку не придерёшься. Да. Второй говорит, хочу, чтобы у меня всегда была полная сумка денег. Исполнилось? Исполнилось. Он теперь инкассатором работает, возит деньги из магазина в банк. Да, крыбке не придерёшься. Ну а третий? А третий, Анечка, оказался самым хитрым. Он говорит, хочу, чтобы у меня был актёрский талант и великолепная память. А что рыбка? А рыбка говорит, это уже четыре желания. Выбирай. Или талант, или память. Ну так и что же он выбрал? Вот. Я не помню. Давно это было? Ой, мне же надо номер объявлять. А какой забыл? Так... Эксбб. Золотая рыбка. Точно! А вы кто такие будете? У моря, у синего моря, где чайки плывут над волною, где солнце с дедом греет нам бока, и всегда день рыбака. Стол уже давно накрыть, а деда всё нет. Сам же хотел день рыбака каждую неделю отмечать. Ой, телевизор, что ли, посмотреть? Ой, чё это? Сломался. И дед на этой рыбалке толпаной пропал. Восемь дней уже нет. Чё сделать? Как же праздник встречать? Папа-папка! Золотая рыбка! Приквоток в твои желания! Ах, мой дед золотой! Моя рыба, ты рыба! Моя рыба, ты рыба! Моя рыба, ты рыбка! Золотая! Лучебная! Пущай рыбка, телевизор скорее чинит, а то концерт скоро начинается. Да нам рыбка артистов прямо сюда доставит. Кого будем заказывать? Самых-самых. Тогда военгу. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы ты знал, как мне жаль, Да если бы ты знал, как болит, Если бы ты видел печаль мою в лицо, Ты бы знал, что она говорит. И не важно, что ты упал, Важно, что поймал. И как я ее увидел, Я поняла, То, что ты настоящий рыбак. Снова стою одна. На, покури, мама. Клёво. Она крут. Тишина. Взятая за основу. Не хватайся за основу, Вся моя какая есть. Все одна поймать готова, Рыбку съесть и нам не дать. Видно в пределах ты вовсе, Различать учись людей. Обо мне писали в Форксе, Да и платье помодней. Баенга. Кто ж? Баенга. Да успокойся, старенька. Чтобы к Милам уходить, Надо валенки купить. Валенки, валенки, Для любимой валенки. Ты губянк-то закатай, Да сиди дома не гуляй. Чайок-чамк-то засучу, Да поздно вина стучу. Замеди два валенка На своей заваленке. АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит тут валенки, Пропадают валенки. Да вот тебе бабка, Давай нашу. Вижу Рюмку водки на столе. Ну-ка, дай-ка ее мне. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сейчас тебе все покажу. Сама артиста закажу. О, Рибка, давай нашего самого голосистого. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ Велкам Гриша. АПЛОДИСМЕНТЫ Я интересуюсь с тобой, но не глубоко Если бы ты знал, Григорий, как с нею нелегко Сокороче, исчезаю, раз и навсегда Давай жизни вместе, пари, дай, нога Сто пятков стукнуло тебе по день Сто один уж позади Хватит бряхать, только не вяну сто пять Бабка-ягунка опять Бабок я не люблю, бабки у меня есть Не на это кино, не хватит Успокойся, бабусь, спасибо, дедусь Ухожу красиво А пришёл ты криво Чудной, не выпил, не закусил, только соли понюхал Видать, насмок у него А соль-то у нас морская, лечебная, о, как поправила Да ну их этих звёзд, чётят да не греют Страшно далеки они от народа, дед А давай из тебя звезду сделаем Да такую, чтоб все бабки штабелями падали Ты моя королева вдохновенья Ты моя повелительница снов А чё ты всё для неё поёшь? И рыба золотая для меня Ах так, и ты туда же Всё, рыбка, не хочу больше быть простою фанаткой Хочу сама стать императрицей эстрады Гуляй, шальная императрица И вся страна, которой правишь, ты берёт с тебя пример А ещё, рыбка, хочу, чтобы Михайлов и Левс были у меня на подтанцовках Вот так! Все мы звёзды стервы Лишь танцуй да пой Только бы на первой или на второй На любом канале Встретите вы нас Всюду наши лица В профиле вам паст Даже хочешь звёзды? Нет рыбки золотой Но тогда всё просто Наливай домой И случится чудо Станешь ты звездой Михайлов после первой Лет после второй Субтитры подогнал «Симон» 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 будущее хотите скажу что будет завтра а завтра будет воскресенье прогноз на завтра днем будет светло ночи темно а вот вас лично ожидает повышение повышение давления мы про погоду говорим женщина вы меня пугаете я вижу на вас порчу сильная какая порча ой как у вас карма-то обвисла приходите за кулисы я все сниму снимаю порчу недавно кстати объявление дал в газету так они гады запятую поставили получилось снимаю порчу у меня объявление такое анализы по фотографии помогаю забеременеть по скайпу прокляну жек такой сервис у меня однажды вызывал духов я разделся до гола съел три мухомора запил литром хреновухи повесил на уши пучок зверобоя и в полночь начал стучать в бубен в два часа ночи пришли соседи и тоже стукнули мне в бубен недавно приходил ко мне женщина я посмотрел на нее и сразу угадал скоро родишь представляете она через неделю родила вот такое чудо происходит у меня да однажды я прошел сквозь стену помогал женщине прямо у нее дома вернуть ушедшего из дома мужа так сильно помогал что этот муж сразу вернулся очень не вовремя она мне из одежды только пучок зверобоя понимаешь и так он не врезал что я сквозь стену прошел вот так вот прошел и все ну так мне показалось я ясновидящий фуфлозар правый глаз плюс 15 левый минус 25 недавно открылся третий глаз не скажу где пошел участвовать в битве экстрасенсов ох какая была битва мне так врезали в третий глаз я две недели сидеть не мог там не дали фотографию какого-то мужика скажи что с этим человеком я говорю я все вижу мне ясно этот человек сфотографировался вы не поняли где сейчас находится этот человек я этот человек я все вижу находится на фотографии слышь ты чудила скажи про этого мужика про его будущее что ему светит я бы ему светит вспышка фотоаппарата я мак фуфлоза сниму порчу по пин-коду вашей кредитки пришла ко мне женщина у моего мужа подагра радикулит еще куча болезней помогите пожалуйста я и сказал возьмите четыре куриных пупка сушеный глаз суринамской жабы и пучок зверобоя и положите это все любимому в борщ она все это сделала и теперь мужа ничего это не беспокоит у него не подагра не радикулита царство ему небесное один мужик приходил я ему точно сразу сказал вы отец двух детей он это ошибаетесь какой же вы на другого посмотрел даже испугался его ужас просто я даже не знал что ему сказать потом сказал ваша жена умрет через два дня он говорит это я без вас знаю вы мне главное скажите меня поймать или нет слушайте ко мне обращаются и звезды тоже один кучерявый такой пришел шевелюра вот так вот целая копна сделайте говорит так чтобы меня перхоть не беспокоил а то она мне все время беспокоить все время беспокоить не могу говорит ну я взял три мухомора жир престарелого носорога взял пучок зверобой тоже и втер ему в голову в голову слушайте результат превзошел все ожидания перхоть его не беспокоит как его звали я все вспомнить не могу а дмитрий нагиев женщина хотите скажу с кем спит ваш муж нет дорогая моя не только с вами ваш муж каждую ночь спит с подушкой а вот вы хотите бесплатный совет нет правильно с вас две пятьсот ладно это все три пачества главное рассказываю как провести обряд для привлечения денег ночью разденьтесь до гола возьмите три пиявки и присосите их к ягодице ползайте по коридору и повторяйте колдуй баба колдуй дед йоксель моксель блиндомес муси-пуси тебе дох баба сеяла горох хэй ла-ла-лей дай мне бабки поскорее а на рассвете одевайтесь хватит ерундой заниматься и дуйте на работу и каждый месяц десятого и двадцать пятого у вас будут деньги ну а пока денег нет вы держитесь в колдовской книжке я еще один обряд прочитал этот потрясающий обряд для привлечения денег надо взять четыре свиных копыта и ночью поехать на кладбище разложить копыта квадратика на траве и при полной луне нарвать пучок зверобоя ну я купил магазин копыта взял такси поехал на кладбище подъехали спрашиваю водителя как вас зовут он сказал кондратий я ему говорю кондратушка подожди меня у забора я быстро сейчас я проник полночь на кладбище разложил копыта квадратиком нарвал пучок зверобоя обязательно и тут у меня из кармана ключи выпали я главное ползаю по траве ищу ключи и вдруг сзади голос далеко собрался я оборачиваюсь сторож стоит с лопатой я говорю мужик у меня проблемы понимаешь я домой попасть не могу он говорит ты уже дома сейчас говорит квартирку твою отыщем я говорю мужик я уже ухожу ты только мне помоги копыта найти он говорит какие еще копыта я говорю я тут где-то копыта отбросил он говорит тут все отбросились ну ведь ты меня не понял я копыта найду и домой пойду меня у забора кондратий ждет он как заорет по кладбищу гуляй а за забор не пушу и стрясь мне лопатой по башке да жизнь у нас у магов не сахар рассказывают в одном банке на одного мага сделали приворот даже и теперь он двадцать лет подряд каждый месяц как сам нам было приходит к ним в банк и отдает им деньги отдает прямо ипотека называет ну а сейчас групповой сеанс терапии все глубоко вдохнули и выдохнули и вы у телевизора то же самое делаете посмотрите в зале кто есть на своего соседа справа улыбнитесь ему теперь посмотрите на вашего соседа слева поцелуйте его женщины ну что вы морщите ну и что что мужик незнакомый поцелуйте будь знакомый после моего сеанса у вас возникнет мощная аура и вы будете улыбаться обращайтесь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok